По словам Артема Данилина, тренера футбольной команды «Екар-2» и «Акция-2005», золотых наград на областном уровне в мини-футболе не было уже много лет. Путь к победе был сложным. Сначала заняли второе место на турнире южных подгрупп, а затем вышли в финальный круг. В схватке за главные призы турнира соперниками наших мальчишек стала команда из «За Волчья». «За Волчья» – неплохая команда, хорошо организованная, играют от обороны, поэтому всегда сложно взламывать оборону соперника. Но нам удалось в конце первого тайма забить и забить второй мяч уже уверенно довести игру до победы». Эта победа дала возможность команде продолжить выступать в чемпионате по мини-футболу уже на уровне зоны «Поволжья». До таких высот, по словам Артема Данилина, детские команды из «Сарова» еще не добирались. Соперники – сильнейшие команды со всего ПФО. В матче за бронзовую награду саровчане встретились с командой из «Уфы». «Играли строго, ребята настроились, ребятам объяснили. Мы повели 2-0. В первом тайме 1-0, во втором забили еще один. Повели 2-0. Ребята с «Уфы» смогли отквитать один гол. То есть драматичная игра была, там все сказали, то есть руководители, кто проводил, просто такое не придумаешь». За три секунды до конца матча финцы сравнивают счет. Исход встречи решился в послематчевых пенальти, где спортивная удача оказалась на стороне саровчан. Как итог заслуженной в упорной борьбе бронзовой наградой путевка на турнир сильнейших команд России по мини-футболу. Специальный приз, как лучший нападающий зоной по Волжью, получил Антон Кривонос. Молодой человек уверяет, что это не только его заслуга. «Я старался, конечно, добился это не сам. С помощью команды вместе добивались этого. Был очень рад этой награде». Как объяснили сами футболисты, третье место, завоеванное на зоне по Волжье, для команды значит не меньше, чем золото на областном турнире. Для ребят и их тренера эти награды как минимум равны по своей значимости. Каким будет результат на всероссийском уровне, узнаем совсем скоро. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.